Привет, меня зовут Жен Келли, я преподаватель онлайн-школы Умского по английскому языку. И примерно настолько бывает нужно никому не мешать в общагах. Но, к счастью... Я сейчас не в общаге и смогу громко и ясно рассказать о том, что нужно брать с собой при приезде в общагу. Как там учиться, как тусить, да и как там вообще выжить. Я это все пережила на своем опыте и, как видишь, жива. И коммента просила передать, что от тебя лайк этому видео и подписка, иначе выселит, не заселив. Для того, чтобы получить место в общежитии, в первую очередь, нужно поступить в вуз не в своем родном городе. Бывают редкие случаи, когда комнату дают и с местной пропиской, но там прям звезды должны сойтись. Причем сойтись с хорошим настроением всей администрации вуза и общаги. Я поступала из Калининграда в Москву и, к счастью, получила общежитие в своем университете. Сложностью с получением общежития были у тех ребят, которые учатся не на бюджетной основе, потому что именно для бюджетников-высокобальников даются привилегии при получении места в общежитии. Даже если ты из другого города, места в общаге все равно распределяются на конкурсной основе, имея значение льготы и твои достижения в учебе, в том числе в олимпиадах. Потому что мест может просто-напросто не хватить. Вообще есть даже вузы без своего жилого фонда в принципе. Так что не надо думать, что если ты едешь учиться в другой город, то обязательно будешь жить в общаге. Лучше все заранее проверять на сайте вуза. Он обычно есть. Ты с этим сможешь жить? Ты обрекаешь другого человека на вечные оковы? А без чего точно не попасть в общежитие, так это без поступления в вуз. А поступить в вуз не получится без успешности данных экзаменов. А успешность сдать экзамены не получится без хорошей подготовки. А готовиться лучше начинать летом. Цепочка долгая, но рабочая. И начинается с летней подготовки с онлайн-школой Умскул. Не переживай, я не предлагаю ботать летом. Просто четко спланировать подготовку в предстоящем году. Поддерживать знания с опытными преподавателями, чтобы не тратить потом время на то, чтобы все вспомнить. И потом плавно войти в учебный год. А потом также плавно и успешно сдать экзамены. А потом плавно поступить в вуз. И также плавно получить место в общежитии. Получается, что вот она, точка разделения твоей жизни на мультивселенные. Поэтому переходи по ссылке в описании и записывайся на годовой курс с летней подготовкой в Умскул, чтобы попасть в самую успешную версию из всех мультивселенных. Ту, что с общагой. С Умскул ты узнаешь обо всех подводных камнях экзаменов. Полная готовность к любым трудностям. Общежитие по закону должны давать на весь срок обучения. Смотри в договоре. Чтобы случайно не оказалось, что тебя выселят к первой сессии. Или летом твою комнату уже сдали. К сожалению, фраза «предоставляется общежитие» не говорит, что оно бесплатное. Платить придется. И ежемесячная плата никак не ограничена. Устанавливается каждым вузом. Причем может отличаться для контрактников, льготников и бюджетников. А иногда в плату за общагу не входят даже коммунальные платежи. Но не буду запугивать. Как правило, жить в общежитии все равно намного выгоднее, чем снимать квартиру. Иначе бы там никто не жил. Мое общежитие стоило примерно 7-8 тысяч рублей в месяц. В стоимость входили все коммунальные платежи, ну и само проживание в общаге. Если хочешь здесь жить, придется вносить вклад. В общежитии бывают нескольких типов. Квартирные, коридорные и блочные. И самыми клевыми считаются квартирные. У тебя больше личного пространства. Есть свои прихожая, кухня, санузел. Не прям свои, конечно, а на пару человек. Ну, максимум на 6. Кое-где бывают даже балконы. В блочной общаге объединяются несколько комнат в зону с одной входной дверью и санузлом. Но кухня при этом может быть и на весь этаж, как и запах с нее. И самым дешевым вариантом общаги считается коридорная. Когда есть только комната, у тебя и у еще нескольких человек, живущих с тобой. А кухня, туалет, душ, коридор, иногда и прачечная, все это общее. Мы, наверное, квартирой ошиблись, нам лучше уйти. Я проживала в общежитии квартирного типа и сама выбирала этот тип общежития, потому что в зависимости от типа устанавливалась его стоимость. Но, конечно, общежитие получше. Мы вместе с мамой прям просили, чтобы мне как раз таки дали, чтобы жизнь в общаге была намного комфортнее. Но неважно, в какой общаге ты будешь жить. В любом случае тебе положено не менее 6 квадратных метров. То есть, если комната на четверых, то она должна быть не менее 24 квадратов. А еще у тебя должны быть шкаф, кровать, стул, прикроватная тумбочка, а в комнате, то есть не только для тебя, вешалка для верхней одежды и стол. Это все не я сказала, это все по закону. А вот все остальное придется докупать или привозить из дома. Ко всему остальному относятся, например, кухонные принадлежности. Но так как места для хранения немного, то лучше обойтись минимальным набором из кастрюли, сковородки, кружки, пары тарелок, мисок, контейнеров и приборов. Как видишь, если перечислять, то и минимальный набор кажется большим. А это я еще не говорила про чайник, фильтр, мультиварку и главный предмет интерьера – холодильник. Со всем этим списком заселение в общагу на первом этапе может показаться совсем не дешевой затеей. Но всегда есть лайфхаки. Например, заранее договориться со своими будущими сожителями, кто что везет или получить холодильник по наследству от прошлых хозяев. Или же купить его в б.у. в чатах общежития. Еще и экономия на перевозке. Ну а мне повезло, и к счастью, холодильник уже находился в общежитии по наследству от как раз-таки других соседей. Некоторым в детстве удается этого избегать, но в жизни в общаге ты точно узнаешь, что иногда нужно убираться. Тут, конечно, сыграет в плюс, что у вас в блоке несколько человек, и вы сможете составить график уборки, но совсем откосить точно не получится. А значит, придется покупать средства для поддержания порядка – всякие стиральные порошки, другую бытовую химию, швабры, ведра, щетки, губки и остальные радости взрослой жизни. И одной уборкой дело не ограничится. Придется поддерживать постоянный порядок. А то кому будет приятно, если сосед будет раскидывать вещи повсюду и сеять хаос. Со словами «все равно на этой неделе не я убираюсь». В нашей общаге также существовало расписание, где к каждому выделялась отдельная неделя, на которой человек был дежурным. Ну вот как раз-таки в течение одной недели человек выносил мусор, мыл полы и проводил такую генеральную уборку еженедельно. Понятно, что тебе нужно будет перевезти из дома и одежду. Но сразу напоминаю, что у тебя всего один шкаф. Поэтому не переусердствуй, только то, что будешь в самом деле носить. И можно перевозить ее по сезонам. Не обязательно в сентябре сразу всю зимнюю. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоциклы. Не забудь и про тапочки для душа. Все же санузел будет общий, даже если всего на 4 человека. А слово «гигиена» каждый понимает по-своему. Кстати, все средства личной гигиены тоже нужно будет привозить или приобретать самостоятельно. Полотенце, шампуни, гели, зубную пасту, щетку и другие слова, которые входят в твое понимание слова «гигиена». То же самое касается и личной аптечки. Медпункт в общаге обычно не предусмотрен. А аптеке поблизости может и не быть. Возможно, вуз знает больше и предполагает, что в общаге тебе будет не до учебы. Других объяснений тому, что о вещах для комфортной учебы нужно заботиться тоже самостоятельно, нет. Я про настольную лампу, компьютер, удлинители и советую принтер. Во время учебы постоянно нужно что-то печатать, а купится уже в первую сессию. В общежитии мне не пришлось перевозить много вещей, однако действительно была проблема с изобилием одежды, поэтому тут совет вам большой – не привозите много вещей, они вам не понадобятся. Но из того, что пришлось докупить дополнительно, была лампа и также дополнительный плед на свою кровать, чтобы добавить немного уюта. На этом маленький список вещей на полролика закончен. И время узнать про то, что вообще предстоит делать в общежитии. Скорее всего, это будет твой первый опыт продолжительной жизни без взрослых. Захочется тусить и предаваться радостям студенческой жизни. Я про учебу, конечно же. Кстати, хорошая новость – по закону никто не вправе проникать в твою комнату, кроме проживающих там лиц. Никаких проверок и обысков. Или, в крайнем случае, они возможны только в твоем присутствии и с твоего разрешения. Ну и если ты кого-то заливаешь или пожар. На первом курсе не было сложности с тем, чтобы сосредоточиться на учебе. Я, плюс ко всему, с первого курса начала работать в нашей потрясающей онлайн-школе Умскул. Работала куратором по английскому языку. И, наоборот, такая дисциплина помогала мне быть еще более продуктивной и на учебе, и на работе. В общежитии у нас царила рабочая продуктивная атмосфера, что лишь помогало мне сфокусироваться на моих делах. Все же советую с самого начала искать баланс между развлечениями и учебой. Это в твоих же интересах. Ведь именно учеба способствует тому, что ты живешь в общаге. Точно так же не надо уходить в отрыв в еде. Есть только пельмени, дешираки, чебупели, чебураки. И что там еще у вас бывает? Да, это сытно, это дешево, это быстро. Это, возможно, запрещали есть дома. Искушение сильно. Но последствия будут на всю жизнь в виде гастрита, язвы и других слов, которые лучше не знать. Поэтому я советую учиться готовить. Ты даже не представляешь, что способны предложить тебе другие голодные студенты за вкусную еду. Как минимум, сделать домашку. Пока я жила в общежитии, я старалась как можно больше готовить сама и не тратить время и деньги на доставки. Ну а из-за того, что я жила в достаточно многонациональном общежитии, действительно часто с кухни доносились ароматы индийских, китайских блюд, которые не всегда были приятны для меня. Еще одна важная вещь, которую учит общага и которая пригодится в жизни, это экономия. Поэтому сразу начинаю планировать свой бюджет и грамотно распределять траты. Мне хочется нажраться! В моем ВУЗе высокобальникам полагается повышенная стипендия. И поэтому я получала 15 тысяч рублей в месяц от ВУЗа. Ну и плюс ко всему получала зарплату в МСКУ. Этого всего хватало вполне на жизнь, на то, чтобы оплатить свое общежитие за 7-8 тысяч рублей и вкусно поесть. И одна из самых главных преград на пути вечных туз в общаге, это комендант и охранники. Но не стоит воспринимать их как врагов. Для спокойной и беззаботной жизни в общаге с ними имеет смысл дружить. Можно иногда даже подкармливать. Тогда и они будут на твоей стороне, решать твои проблемы, закрывать глаза на небольшие косяки. А если очень повезет, то смогут переселить в комнату получше. Может даже к студенту, который числится в общаге, но на самом деле в ней не живет. Мечта всей моей жизни. Но чаще всего приходится жить с людьми, которые иногда бесят. И чтобы тоже никого не бесить, помни, это общежитие. Поэтому делиться придется часто. Едой, зарядкой, лекцией и всем, что можно попросить. Иногда этим злоупотребляют. Поэтому если вот вообще не хочешь, чтобы твою вещь трогали, то ее можно подписать. Но мне повезло, по крайней мере во время моей учебы, случаев использования чужих вещей и воровства не было. Не стоит думать, что ты в своей оплаченной комнате можешь сделать что угодно. Лишний шум может бесить не только коменданта, но и твоих соседей, которые пытаются учиться. Или поспать, если ты, например, решишь встать пораньше. Но, к сожалению, это видео посмотрят не все те, кто будут жить с тобой в общаге. Поэтому по опыту шума в общежитии все равно не избежать. И если у тебя, например, чувствительный сон, то лучше заранее купи беруши. Заткнись, пожалуйста. Да стал реально. Но надеюсь, что все же твои соседи по общаге будут чаще тебя радовать. Приходить на помощь, и у вас будет крепкая студенческая комьюнити. Умскул Академия примерно такое же, но без графика уборки. Это онлайн-школа для студентов и будущих абитуриентов, которая поможет тебе понять сложные предметы, издать сессию, а также построить карьеру своей мечты. Там ты сможешь общаться со студентами не только со своего этажа общаги, но даже с других универов, которых обучают интересным тебе специальностям. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к комьюнити Умскул Академия. Оттуда не выселяют. Пока живешь в моем океане, будешь жить по моим правилам. Желаю, чтобы твоя жизнь в общаге не омрачила, а только сделала твою студенческую жизнь ярче. Подпишись на канал, чтобы заходить сюда в любое время. И без лишнего шума поставь лайк этому видео. С тобой была Шарин Килли. Огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok